Девушки отдыхают Поговорить совершенно не с кем Скукотища Смотри, я под зонтиком Нет, это парашют Давай прыгнем Меня уносит Я летю О, привет Летчик-испытатель Ха-ха, попал Ничего себе Как далеко улетел Кузя Привет Здравствуйте, тетя Пиявка Как погода, как настроение, как водичка Тепленькая Стоять, куда это ты собрался? Как куда? Домой Да я тебя сама на этой кувшинке до берега Только сначала отгадай мою загадку Ну хорошо Я загадки отгадывать мастер Загадывайте Сто одежек и все без застежек Что это? Легкотня Это капуста А вот и нет Это лук Так нечестно Вы жульничаете Моя загадка Моя и отгадка Ну скажи, скажи У лука много одежек? Много И все без застежек? Все Ладно, давайте еще загадку Кузя Ау Ау Бабочки, вы Кузю не видели? Видели, видели Он к пруду полетел Спасибо Снова не угадала Это мухомор Под березой Не только под березовик растет Какая же вы пиявка хитренькая Загадывайте еще Без окон, без дверей Полногорница Букашек Арбуз И внутри семечки Скажешь, что же Арбуз Жучки-древоточцы В дереве Вот это да А я и не догадался Эй, вы куда? Время обедать Угощайся Ну что, продолжим? Давайте быстрее свою загадку Вот, придумала По поляне скачет Веселый, зеленый Кто это? Я знаю, я знаю Это же я Кузнечик Кузя Нетушки-нетушки Это зеленый, веселый Букашек Ха-ха-ха Кузя Отзовись Лунтик, я здесь Что-то засиделся я тут Лунтик Кузя Стойте А как же я? Ха-ха-ха Никто за мной не играет Ха-ха-ха Никто в гости не приглашает Ха-ха-ха А вот такая загадка Кружком сидят Хором пищат Это же мы Букашки Букашки Молодцы Опять угадали У меня режим Да-да Пиявка любого заболтает Обо всем забудешь Кроме загадок Какая у пиявки фантазия Какой педагогический талант А вот моя загадка В воде сидит На закат глядит Это же я Это же я Пиявка Не-а Жаба-клава Так не честно Ты жульничаешь Чья загадка Того и отгадка Ха-ха-ха Сбылись мечты пиявки И в гостях она побывала И друзей нашла И наговорилась вдоволь В кругу благодарных слушателей Однажды на Луне Родился необычный малыш Я родился И случилось так Что он попал на Землю Где нашел много новых друзей Привет А вот что произошло дальше Мы с вами сейчас и узнаем Заблудились Лунтик Лунтик Спускайся Ага Иду Пойдешь со мной к той горе? Там есть высоченный обрыв Я хочу с него вниз глянуть Идешь? Ну Мы никогда еще так далеко не ходили Вдруг заблудимся Ерунда Не заблудимся Туда идем к горе А обратно Пойдем прямо к нашей Иве Ее же отовсюду видно Ладно, идем Интересно На какой еще обрыв Они собрались смотреть? Бежим за ними Бежим Ой Ой, где они? Стойте! Стойте! Мы тоже хотим посмотреть на обрыв Давайте Только быстро Ура! Правая руля Есть правая руля Левая руля Есть левая руля Так, держай Ой, ой, ой Держись, Лунтик А-а-а 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 Нам туда Ой Ух ты Какой пень Какая лужа А-а-а Ой Ха-ха-ха Ура! Пришли! Пришли! Аж дух захватывает Ого! Какая высота Я как будто лечу Я никогда такой высоты не видел Нужно всем показать это место Скорее Бежим домой Так Так Нам надо идти Ого, как их много Лунтик, а ты видишь нашу Ибу? Нет, не вижу И я не вижу Куда же нам идти? Да не волнуйтесь, я помню дорогу Нам туда О, видали? Сидели бы на нашей полянке Траву бы жевали Не нужно было с ними ходить Это все Кузя Говорил, что дорогу знает А вас никто и не звал Сами напросились Смотрите, пей с лужей Мы здесь были Точно, мы здесь были А вот и тропинка, по которой мы шли Смотрите, что-то блестит Эй, это наша лужа Опять лужа Все, я больше никуда не пойду У меня нет сил И я не пойду Бедные бабули с дедулей Они, наверное, так волнуются Смотрите, там кто-то летит Эй, эй, вы здесь Спасите Наконец-то мы вас нашли, ребята Как вы тут оказались? Мы не виноваты Это все они Бабуля, дедуля, простите, мы так больше не будем Мы очень хотели посмотреть на обрыв И заблудились Эх, ребята, нельзя уходить одним так далеко от дома Это раз И уж, по крайней мере, нужно было взять с собой карту Это два А как ей пользоваться? Очень просто, тут все нарисовано Вот озеро, а эта тропинка с пеньком ведет к нашему дому Ага А вот эта самая тропинка с пеньком Она-то нам и нужна Ну что, идем домой? Да, идем домой, да Нам туда Вот так ребята не только научились пользоваться картой Но и поняли, что нельзя уходить далеко от дома без разрешения Однажды на Луне родился необычный малыш Я родился И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей Привет А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем Генералы Хорошо, деда Вот если б я был генералом, я бы командовал целой армией И как бы ты это делал, солдат-то много, а ты один А у меня были бы помощники, например, Лунтик Помощник главного генерала Почему именно Лунтик? Почему именно Лунтик? А кто еще? Например, Пчеленок мог бы Нет, Пчеленок не подходит Мне нужен большой и сильный помощник, как Лунтик А я зато в школе учусь И в следующем году у нас будут уроки военного дела Вот когда освоишь военное дело, тогда и будешь помощником генерала Да ты на себя посмотри, ты вообще как травинка Какой же из тебя генерал? Я как травинка! Пчеленок, скажу честно Я хотел отдать тебе место второго помощника Но теперь об этом не может быть и речи Ребята, не ссорьтесь Ха, не ждали? Привет Мы встретили бабу Капу с дядей Шером И они разрешили нам прийти сюда чай пить Эй, вы чего такие надутые? Они немного поссорились Кузя сказал, что если он будет генералом армии То не сделает пчеленка своим помощником Не сделаю! Очень надо! Ха-ха-ха-ха! Если бы у нас была армия, то генералом был бы я, а не Кузя Что? А? Почему это ты, а не я? Потому что ты будешь моим заместителем Я хочу быть заместителем генерала Сначала в мою армию хотел, а теперь к вопси не перебежал Предатель! Я не предатель Просто не понимаю, почему никто не берет меня в заместители А вообще, я бы тоже не отказался побыть генералом Ты генералом? Ха-ха-ха-ха! Каши мало ел! Пчеленок тоже может стать генералом! Простым солдатам слова не давали Теперь я ваш генерал И вы должны меня слушаться Равнясь! Смирно! Я не буду вам подчиняться Придется тебя заставить А ну, иди сюда! Ах! Держи его! Подождите! Ой! А? А-а-а-а! А-а-а-а-а! Ай! Ай! Стой! А-а-а! Ой-ой! Ой! А-а-а! А-а-а! А знаешь, Капочка? Пристаньте! Вот тебе! Вот тебе! Остановитесь же! Ну, сейчас мы тебе покажем! Стой! Что здесь происходит? Это всё малышня! Они не подчиняются генералу! Это вы должны мне подчиняться! Я генерал! Кажется, я понимаю, в чём дело! Вы все хотите быть генералами? Да! Да, хотим! Ребята, генерал это совсем не тот, кто больше всех кричит о том, что он главный! Настоящий генерал должен быть смелым, отважным и совершать всякие подвиги! Какой же подвиг мы можем совершить? Ну, например, навести порядок в этой комнате! А кто из вас сделает это лучше, тот, скорее всего, и станет генералом! Друзья так хотели стать генералами, что убрали комнату за считанные минуты! Прямо не знаю, что с вами делать! Похоже, что вы все можете стать генералами! Ура! Ура! Но учтите, уборка – это только первый шаг на пути к вашей мечте! И теперь вам придется все делать только на отлично, как настоящие генералы! Однажды на Луне родился необычный малыш! Я родился! И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей! Привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем! Кувшин! Жучок, ты где? Жучок, мы больше не играем в прятки! Выходи! Иди сюда! Мы тебе конфетку дадим! Ну и влетит же нам от его мамы, когда она узнает, что мы за ее малышом не уследили! Жучок! 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 Ух ты! Вот это кувшин! Подойдем поближе, посмотрим! Стойте! Нельзя подходить к незнакомым кувшинам! Вдруг там сидит Джин! Мила, вечно ты всех пугаешь всякими небылицами! Пойдем, Лунтик! Ой! Шапочка-жучка! Скорее в кусты! Никогда не слышал такого страшного голоса! Я же говорила, что там Джин, а мне никто не верил! Неужели Джин похитил маленького жучка? А вдруг он унесет его в какую-нибудь далекую страну? Надо освободить малыша, пока не поздно! Что-то не хочется туда больше идти! Знаете, я читала, что Джину можно задобрить! Принести ему что-нибудь вкусненькое! У меня есть конфета! Отчин! Отчин! Кидай! 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 Фу! Фантик? Конфету съел, а жучка не отдал? Так не честно! А-а-а! А-а-а-а! А-а-а! А-а-а! Мог вылезти! Кричал вам, кричал! А вы меня почему-то не вытаскивали! А-а-а! Так вот почему у Жичка был такой голос! Эх, разбили мой самый большой кувшин. Зря я оставил его на поляне сушиться без присмотра. Так это был ваш кувшин? Дядя Корней, не волнуйтесь, мы сделаем вам новый! Ребята тут же принялись за работу и весело смеялись над забавной историей, которая с ними приключилась. Однажды на луне родился необычный малыш. Я родился! И случилось так, что он попал на землю, где нашел много новых друзей. Привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Доспехи. Ребята, давайте еще раз все повторим. Рыцарь, принцесса и дракон остаются здесь и начинают игру. После похищения принцессы Лунтик идет в страну эльфов, то есть ко мне. Я буду на спортивной площадке. Наш цветочный гном пчеленок прячется в цветах, а волшебница Мила сидит в шалашике. Все помнят свои роли. Да! Тогда начинаем игру! О, благородный рыцарь! Я слышала, в нашем королевстве появился злой дракон! Принцесса Элина, тебе нечего бояться. Я здесь, чтобы защищать тебя. Я злой дракон! Похититель принцесс! Эй, ты чего раньше времени падаешь? Мы должны были тебя толкнуть! Простите, я случайно. Ладно, продолжаем. Ага! Палаш! Пусти меня, чудовище! Спаси меня, рыцарь! Дракон уносит меня в свою пещеру! Принцесса, я спасу тебя! О! 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 Лунтик, ты чего так долго? Ой, то есть, приветствую тебя в стране эльфов! Что привело тебя сюда? Я иду к злому дракону, чтобы спасти принцессу Элину. Тебе надо к лесной волшебнице! Она сделает твои мечи и щит неуязвимыми! Но для этого нужно сперва поймать цветочного гнома! Ну аха! Только он знает, где она живет! Ах, ах, ах! Эх! 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 Ах, ах, ах! Ех! Ах, ах! Фу! Залезли, наконец! Аха! Найти цветочного гнома не так просто! Ох, ох! Пчеленок! Ах, извините, я ждал-ждал и заснул. Заснул. Цветочный гном! Лови его, рыцарь! Ай! Лунтик! Извините, ребята, я сейчас к вам поднимусь. Да не надо. Будем считать, что ты поймал нашего гнома. Эти доспехи не так легко носить. Вот мы и пришли. Великая волшебница, этот рыцарь хочет спасти... ...принцессу от злого дракона. Вы что тут делаете? Вы должны быть в пещере дракона и ждать рыцаря. Да уже полдня ждем, а его все нет. Мы проголодались. Да, но, между прочим, не железное. Это никуда не годится. Вся игра испорчена. Лунтик, это все из-за тебя. Зачем ты надел такие тяжелые доспехи? Я хотел выглядеть, как настоящий рыцарь. Поэтому я попросил дядю Корнея сделать мне доспехи из железа. Зачем? Тебе же ничего не угрожает. Это всего лишь игра. Вот именно. Мы ведь на самом деле не можем огонь пускать. А я не могу колдовать. Это же все понарошку. Так что твои доспехи можно сделать из бумаги. А мы представим, что они из железа. Даже в бумажных доспехах Лунтик выглядел, как настоящий рыцарь. Он победил злого дракона и спас прекрасную принцессу. ЗАБОТЛИВЫЕ НЯНЬКИ Давай быстрей, пока нашу землянику никто не слопал. В общем, смотри, что это? Может, это съедобное? Ай! Эээ! Мама! Никакая я вам не мама. Я Вупсень. А это Пупсень. Пупсень, Пупсень, Пупсень. Так, они несъедобные. Пойдем, Пупсень, землянику есть. Пойдем. Не будет вам ням-ням. Это наша земляника. Ой, как они пищат. Вот вам, только не ревите. Пойдем отсюда быстрей. А-а-а! Бежим! Фу, кажется, отстали. А-а-а! А-а-а! Эй-эй-эй! А-а-а! А-а-а! Какие маленькие! Малыши, а где ваша мама? Пупсень! Пупсень! И так весь день с утра! Ага. Из яиц вылупились и за нами бегают. Что мы, няньки, что ли? Наверное, они думают, что вы их мама. Так, мы пойдем искать вашу маму. А вы пока за ними присмотрите. Пупсень! Вот еще, у нас дел полно. А-а-а! Ой, только не это! Ладно уж, присмотрим. Только вы давайте быстрее ищите. Мы так долго не выдержим. Я уже одурел от них. Давай сделаем самолетик. Пусть за ним бегают. Мам! 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 Нет, мам! Мам! Безобразие! Куда только старшие смотрят! Какие невоспитанные дети! Это ваши дети невоспитанные! Да! Что? Это наш самолетик. А ваши первые напали. Это правда? Ох, как стыдно! Не ругайте их! Налетай детвора! Каждому по самолету! Ура! Спасибо! Спасибо! Фу! Они такие милые! Может, оставим их себе? Где же может быть их мама? Помогите! Спасите! Моих деточек похитили! Не волнуйтесь! Вупсень и Пупсень за ними присматривают! Вупсень! Пупсень! Присматривают! Кошмар! Где они? Где мои детки? Детки мои! Бегите быстрее! К своей мамочке! Мама! 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 Даже не оглянулись! Вот и делай после этого добро! Дорогие Вупсень и Пупсень! Пожалуйста, приходите в гости! Малыши без вас очень скучают! Даже не знаем! Ну, если скучают, конечно, пойдем! Так у Вупсеня и Пупсеня появились новые друзья! А обитатели леса еще долго удивлялись тому, что из гусениц вышли отличные няньки! Привет! Я Лунтик! Я снова с вами! Секрет пиявки! Куда? Куда? Куда спрятать? Сюда? Или лучше сюда? Нет! Сюда! Играют! Веселятся! Меня не зовут! Тепло! Очень тепло! Уже почти горячо! Горячо-горячо! Ай! Теперь холодно! А! Наверное, в цветке! Горячо! В этом! Обожжетесь! Ура! Я нашел! Я вожу! Ой! Простите, не заметил! Конечно! Кто я такая, чтобы меня замечать? Вы же заняты! Вы же играете! А во что вы играете? Здравствуйте! В секреты играем! Надо что-нибудь спрятать, а остальные ищут! Слышала! Как ближе, так кричат горячо! Дальше холодно! Ага! Смотрите, какой мило секрет спрятала! Хе! Скучный секрет! Мой секрет хороший! Подумаешь! У меня есть получше! Ой, как интересно! А поиграйте с нами! Мы хотим найти ваш секрет! Ах! Один! Два! Три! Какой у меня секрет? Какой у меня секрет? Какой у меня секрет? Какой? Восемь! Девять! Десять! Ну, ищите! О, подождите! А как выглядит секрет? Как выглядит? Ну, он такой круглый и длитный, и белый, и синий, и красный, и зеленый! Какой удивительный секрет! Да-да! Секрет превосходный! Ищите скорее! Тепло! Нет холода! Тепло! Нет холода! Нет тепло! Холодно! Тепло! Нет холода! Тепло, горячо, холодно, 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 холодно. Что-то здесь не то. Тепло, тепло, теплее. Круглое, длинное, белое, синее, зелёное. Интересно, что это такое? Ой. Мой секрет, он такой изумительный. Нет у вас никакого секрета. Мы так не играем. Вы нас обманываете. Мы уходим. Так нечестно. Вы просто не умеете искать. У меня есть, есть, есть секрет. Я хочу поиграть. Как красиво. Может, это и есть секрет приявки? Я не обманываю. Ну, немножко обманываю. Почему вы плачете? А где Мила с Кузей? Ушли. Потому что я вас обманула. Нет у меня секрета. А знаете, я нашёл его. Вот он. Прячьте. А я буду искать. Всю игру нам испортила. Высокая, но и низкая. Серо-буро-малиновая. Насочиняла. Тепло. Тепло. Почти горячо. Горячо. Лунтик, не верь пиявке. Она выдумала всё. Нет, ребята. Здесь горячо. Помогайте искать. Да-да, горячо. Кипяток. Ой, что это? Ура! Нашли! И круглое, и длинное, и всех цветов. Вот это да! А я что говорила? Да у меня этих секретов. Тогда давайте их искать. Ну, то есть... А сейчас не моя очередь прятать. Самый главный секрет пиявки в том, что она очень хотела поиграть с кем-нибудь, но совсем этого не умела. Лунтик выручил пиявку, и теперь они с друзьями смогут долго и весело играть вместе. Без всякого обмана. Однажды на Луне родился необычный малыш. Я родился. И случилось так, что он попал на землю, где нашел много новых друзей. Привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем. Панамка. Ух, как сегодня жарко. Вы на улицу? Угу. Подождите. Вот, носите и не снимайте, а то голову напечет. Какой у тебя смешной вид в этой панамке! Нормальный вид. В такое пекло так и надо ходить. Ох, Кузя, ты что? Баба Капа сказала не снимать панамку. Лунтик, ну посмотри на меня. У меня такой глупый вид в ней. А по-моему, ты очень даже милый. Это девчонки должны выглядеть мило, а мы с тобой выглядим глупо. Так что давай, снимай эту панамку и пошли играть. Нет, вдруг мне голову напечет. Ну, как хочешь. Догоняй! Кузя, может, все-таки наденешь ее? Смотри, пчелята тоже в панамках сидят. Ха-ха-ха, какие вы смешные в этих панамках! Мы же целый день под солнцем сидим. Вдруг солнечный удар будет. Это вам хорошо. Захотели и в тень спустились. Точно, Кузя! Давай по тропинке пойдем. Там тень есть. Ха-ха-ха! Здравствуйте, дядя Корней! Ха-ха! Зачем вы в панамке? У вас же каска есть! В каске жарко, а панамка легче и от солнца защищает. А ты зачем свою снял? Голову же напечет. Не напечет! Я в тени! Пошли, Лунтик! У дяди Корней вид еще смешнее, чем у пчелят. Ха-ха-ха! Здравствуйте, дядя Шнюк! Здорово! Ха-ха-ха! Ты чего, Кузя? Ха-ха-ха! С картины что-то не так? Да нет, все хорошо! Мне просто весело! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Ха-ха! Картина как картина! Что тут смешного? А? Кувшинок много, что ли? Ха-ха-ха! На нашей полянке нет тени! Тебе придется надеть панамку! Не хочу! Ой, Лунтик! Какой ты милый в этой панамке! Правда? Да! А ты, Кузя, почему свою не надеваешь? Ты, наверное, тоже будешь мило смотреться! Нет! Я буду смотреться глупо, как и все мальчишки в панамках! Это только вам, девчонкам, они идут! По-моему, лучше смотреться глупо, чем получить солнечный удар! Да уж! Кузя, может тебе все-таки надеть панамку? Ведь тебя здесь никто не увидит, кроме меня! Слушай, Лунтик, ничего страшного не случится! Вот увидишь! Давай уже играть! Оп! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Ха-ха! А! Ой! Хи! Мм! А! О! Лунтик, сними ты эту панамку! Мы же все-таки в волейбол играем! А не куличики лепим! О! 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 Кузя, что с тобой? Я же просила не снимать панамку! Кузя не нравилось, как он в ней выглядит! А сейчас пострадали и внешний вид, и самочувствие! А могло быть еще хуже! Кузя, обещай, что будешь носить панамку, когда тебе скажут! Обещаю! Теперь Кузя не считает, что носить панамку глупо! Глупо заботиться о внешности в ущерб своему здоровью! Кузя, ты мне все-таки скажи, что было смешного в моей картине? Ха-ха-ха! Сначала ваша панама мне показалась смешной, а теперь она мне нравится! А-а-а! Это панама моей бабушки! Ха-ха-ха! Однажды на Луне родился необычный малыш! Я родился! И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей! Привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем! Закаливание! Ох, холодно сегодня! Смотри, а дядя Корней без шапки и шарфа! Ох, и как он не мерзнет! Смотри, смотри! Что он делает? Ох! Дядя Корней, вы что? Зачем вы льете на себя холодную воду? Вы же заболеете! Хе-хе-хе-хе! Спасибо за беспокойство, ребята! Но я обливаюсь водой как раз, чтобы не заболеть! Я закаляюсь! Каждое утро я делаю зарядку и обливаюсь водой! Раньше я обливался теплой, потом холодной, а теперь ледяной! Тот, кто закален, не боится холода и не простужается! Вот это да! Здорово! Давай тоже закаляться! И не будем мерзнуть! Точно! Я пошел за теплой водой! Погоди! Это значит сначала теплой, потом холодной, потом ледяной! Так мы целый день обливаться будем! Давай сразу ледяной! Ладно, Лунтик, хватит! Давай обливаться! Холодно! Холодно! Кузя, мы же закаляемся! Смотри! Кузя, может, ты первый? Давай помогу! Кузя, Кузя, Кузя! Кузя, Кузя! Кузя, Кузя! Ой-ой-ой! 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 И правда, не холодно! Значит, мы закалились! Ага! Не закалились! Надо еще облиться! Ведро маловато! Это долго! Надо больше воды! Но больше только в колодце! Как темно! Нет, в колодец я не полезу! А куда тогда? Как холодно! Зато когда мы вылезем, то сможем гулять без шапок! Ау-ш-ш! Будь здоров! Ребята, к вам гость! Здравствуйте, дядя Корней! Здравствуйте, дядя Корней! Ай-ш-ш! Здравствуйте, ребята! Я же говорил, что закаляться нужно постепенно! А так сразу ничего не получится! Получится заболеть! Давайте поправляйтесь и будем закаляться по всем правилам! И раз! Раз! Достаточно! Переходим к водным процедурам! Начали! Теперь ребята следуют правилам и знают, что закаливание должно быть постепенно! Однажды на Луне родился необычный малыш! Я родился! И случилось так, что он попал на Землю, где нашел много новых друзей! Привет! А вот что произошло дальше, мы с вами сейчас и узнаем! Послушные гусеницы Стойте! Не трогайте это! Нельзя! Разве можно так себя вести? Конечно! Мы же твои гости! Ты же сам сказал! Будьте как дома! Кидай мне! Это подушка деды! Отдай, пожалуйста! Лови! Стойте! Отдайте подушку! А ты отними! Солнцем! Лови! Ой! Ой! Что здесь происходит? Я пригласил гусениц в гости, и мы немного поиграли! Теперь придется весь день уборкой заниматься! А я хотела варенье к обеду приготовить! Варенье? Мы тоже хотим варенье! Может, вас ждут дома? Давайте мы все уберем! Да, точно! Я без вас быстрее уберу! Лунтик, мы будем тебя слушаться! Ладно, пусть помогут с уборкой! А потом мы будем пить чай с вареньем! Ура! А-а-а! 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 Варенье уже готово! Как ваши дела? Мы почти... Тапочка! Они все убрали! Пора накрывать на стол! Вот молодцы! Тогда помогайте мне носить тарелки! Ура! Накрывать на стол! Вупсень! Вупсень! Идите-ка сюда! Мы помочь хотели! Сядьте, пожалуйста! И не вставайте до конца чаепития! Теперь уже и без вас справиться! Подожди! Не так! Эту тарелочку нужно поставить вот сюда! А эту сюда! Так лучше! Ничего не лучше! Все наоборот! Вот сейчас хорошо! Вот и не хорошо! Ты ничего не понимаешь! Лунтик правильно поставил! Вот и неправильно! Вупсень, пупсень! Больше ни звука! А то варенье не получите! И сидите смирно! Бабуля! Я чашки принесу! Не хватает только самовара! Ради такого случая можно и музыку послушать! Пожалуй, схожу за патефоном! Ты что? С ума сошел! Нам же запретили вставать! Нам и разговаривать запретили! Так что помалкивай! А вот и музыка! Ну что, Капочка! Можно вареницу попробовать? Конечно! Садись, Шершуля! Что это такое? Это ваша проделка! Зачем вы это сделали? Что вы молчите? Скажите что-нибудь! Мы не виноваты! Это мячик! Он упал со шкафа и прыгнул прямо на стол! Варенье и пролилось! Но вы же все это видели! Почему меня не предупредили? Вы же сами запретили нам разговаривать и вставать! Эх вы! Ну нельзя же все воспринимать так буквально! А если бы вам сказали не выходить из дома, а в доме начался бы пожар! Вскоре кресло отмыли, штаны постирали, и все вспоминали этот случай с улыбкой! Субтитры подогнал «Симон»!